Команда из Paradox Interactive прославилась тем, что они испытывают какое-то особенное пристрастие к тому количеству контента, который они предоставляют. Некоторые считают, что в этом вся их беда, а некоторые считают это отличной чертой. На этот раз мы поговорим о крупном дополнении к Pillars of Eternity, который носит название The White March. С вами вновь крупный игровой портал Game Awards. И это очередной обзор. Завязывает сюжет очень глубоко и увлекательно. Впрочем, авторы игры знают как это сделать. Так как дополнение The White March поделено на две части, то в начальных этапах вас вводят в курс дела. Вам поведают историю о том, что где-то на северо-востоке от Дируда существует чудесный, но одновременно суровый край Белый Переход. Это место стиснуто между белыми горными хребтами, поэтому покрыто уникальными лесами и белым холодным снегом. И было бы это место безлюдным и пустым, если бы не снежный человек, замерзший мамонт и арсенал Дургана. Когда-то этим арсеналом заведовали коротконогие и бородатые гномы, которые уже давным-давно сгинули. Ковалась там знаменитая дурганская сталь, которая имела удивительные свойства. Через какое-то время вокруг арсенала уже был возведен целый экономический завод, куда приезжали работать таджики из других стран. И казалось бы, за столько-то лет наглые мародерские морды уже все разворовали. Но не тут-то было, дорогие друзья. Эти гномьи прошмандовки крепко-накрепко запечатали это место, чтобы ни одна паскуда не смогла унести то, что там находится. Хранители вместе со своей гоп-командой прибывают туда первым за столь долгое время. Зачем идти туда, долго думать не нужно. Арсенал хранит многие древние секреты, которые постичь бы хотел каждый мудрец. Кроме этого, это место сможет вернуть жизнь обратно в этом богом забытое место. Ну а белая кузня будет приносить долгосрочную пользу, точнее кучу зелени за то, что можно в ней изготовить. Отправившись в это путешествие, проблемы начинаются еще на подходе. Пейзаж этого региона это суровая зима. Посыпанные снегом домики, большие и малые сугробы, узкие дороги и вонючие, словно немытые собаки, огры. Кстати, их вторжение станет для вас настоящим испытанием. Пройдя которое, вы докажете, что готовы к дальнейшему прохождению. Оказавшись в Талварте, именно так называется первый городок, вы знакомитесь со всеми бедами этого места. К примеру, с ограми нужно поскорее помириться, потому что с их силушкой богатырской справиться тяжело. Волков, которые уже не первый день терроризируют местных лесорубов, необходимо убить. А головорезов убить и украденовернуть. Буквально каждые 5 минут на вас скидывают новые и новые задания. Радует, что выполняются они так же быстро. В основном это из-за того, что тут пока что всего лишь парочка локаций. И долго бродить в поисках того, кому нужно отрубить голову, не нужно. Причем это даже еще не дорога к арсеналу. Дорога же будет реально трудной. Ведь вам предстоит пройти по пути тех, кто потерпел поражение. Отыскать кое-кого, судя по всему, полезного параноика, поиски которого сами, мать твою, тянутся на отдельное дополнение. И конечно принять парочку нелегких решений. Порадовало, что всю эту историю с приключениями не оборвали на самом интересном месте. Было бы очень подло и пришлось бы проклинать авторов за это. Завершая главу, вам как бы намекают на то, что продолжение следует. Но пока его нет. Так что сходите, покурите, погуляйте. Хотя погулять тут и негде. Потому что везде все переграждает всякая нечисть, которая постоянно мешается под ногами. Игра стала, как по мне, немного тяжелее. Противники теперь пучкуются в огромные стадо баранов и постоянно приходится сражаться с целой сворой. Каждый бой для меня оказался мукой. Потому что мне приходилось каждый раз прикидываться а** математикам. Чтобы просчитать каждый ход, умение, удар и атаку противника. Причем в придачу после какого-нибудь затруднительного боя вам говорят что-то вроде Ну как, потрепали? Ну ты отлично сыграл. Возьми кусок картохи в качестве награды и вали на все четыре стороны. Создатели представили таких уникальных тварей. При этом в таком количестве, что каждый метр бой. И опасность заключается не в их милых мордах, а в их количестве. Напичкана такое количество тварей, что порой едет крыша. К примеру, огры постоянно бродят с волками. Их сбивающие удары и канониры еще не раз порвут ваш пукан на куски. А где-то на востоке от деревушки постоянно бродят лагуфеты. Это вид некой умной селедки. Причем некоторые из этих рыб еще и могут колдовать. Что само по себе страшно. Колдующая селедка. Легендарный арсенал целиком и полностью забит защитниками всех мастей. Кого в этой дыре только нет. Там есть даже сирены, которые способны доставить очень много проблем. Если вам мало просто угрозы с моей стороны, тогда скажу прямо. Если у вас руки растут с заднего места, тогда вас ждет бессмертный паралич. Этот регион сделан не для новичков. Он очень опасен и требует много ресурсов. Кстати, еще одним сказочным местом для вас может стать замок Канселота. Который определит, насколько ваших нервов хватит. Если кому-то показалось, что в О дно опинали слишком мало, тогда тут вы землю срать будете ради победы. Появятся, как и было обещано, напарники. К примеру, монах Закуа. Если не обращать на его дебильную философию внимания, тогда заметите, как он хорошо бьет по мордам в прыжке. Ну и практикует еще более мощный пинок под зад. И еще один очень интересный герой – Дьявол Искорока. История героя очень интересная. При этом он не очень полезен. К примеру, в борьбе против призраков он малоэффективен. А еще не может жрать и бухать. Как новый регион, так и новые умения представлены лишь для самых опытных игроков. При этом появились еще мультиклассовые умения, которые представляют какие-то куски полноценных умений. К примеру, есть ослабленная аура от паладина. Если он вдруг вам не понадобится, но навык полезен. Как уже многие знают, героя в одну пачку не засунуть. Но навыки у многих очень и очень полезны. Кроме всего этого, появилась еще и функция, которая дает возможность наконец-то вправить мозги ИИ. Пусть там всего лишь парочка опций, но они позволят скинуть многие дела на своих подопечных. Так вот, в каком-нибудь жестком махаче вы можете дать возможность драться компьютеру отдельными героями, а не следить за всем сбродом самому. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге, в The White March представлен очень опасный и богатый регион, где пока что имеется слишком мало локаций. Пока что напарников не сказать, что много. И все же первая часть первого дополнения очень сильно увлекает. Была повышена сложность и упрощено управление. Отличное начало дополнения. Остается ждать того, что же приготовят разработчики дальше. Ну что ж, на этом все. Одевайтесь потеплее, берите сталь покрепче и в бой. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok